Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмил и сами я, Артур Эдзиатуллин. Сегодня мы с вами поговорим про американский доллар и немного про акции в США, в частности про техсектор, про индекс NASDAQ. Мы продолжаем развивать торговые идеи, которые мы начали обсуждать в понедельник. Напомню, тогда мы говорили о возможности начать шортить доллар, собственно, я обсуждал две причины, по которым стоит продавать доллар. В январе сегодня мы получили первые сигналы по развитию этого сценария. Давайте посмотрим, что у нас произошло по индексу доллара. По нему у нас сейчас вот такая картинка. В понедельник, значит, у нас был еще раз повторный тест верхней границы нисходящего канала, который уже долго ведет доллар вниз. И затем вот такое вот крутой пике вниз произошло. Сейчас доллар находится на отметке 89.30 и продолжает снижаться. Я считаю, что он дальше будет продолжать снижаться. Значит, по евро-доллару давайте посмотрим. Тут вот такая вот ситуация мы видим. У нас был, состоялся тест уровня 1.23 успешный, да, и сейчас доллар у нас тестирует 1.23.5. То есть, уже у нас идут разговоры о тесте уровня 1.25. Для этого есть все перспективы, для этого есть надежды. Мы вот также будем обсуждать. Они кроются как раз-таки в девальвации доллара. Что касается у нас фунта стерлинга, то также очень хорошая динамика была. В этой основной паре мы, получается, тестировали вот здесь уровень 1.37. Это многолетний максимум. После Brexit, я напомню, да, там фунт очень долго страдал, не получалось у него расти. Вот мы, собственно, увидели из-за обесценения доллара, из-за слабого доллара, мы видели хорошую динамику фунта. То есть, очень агрессивно растут основные валюты против доллара. Это говорит о том, что доллар задает вот эту тенденцию, где в валютных парах, как бы, происходит, ну, с участием доллара, да, происходит вот такой вот агрессивный рост, который мы видим. Собственно, давайте обсудим основные причины, да, вот слабости доллара. Первый момент, да, о котором я говорил, это была у нас политика, политика ФРС, да, низкие ставки. Второй момент, мы также обсуждали его, получается, в понедельник, это выборы в Сенат в Джорджии. Я приводил вот такой график, это шансы, которые дает рынок ставок того, что либо демократ у нас сохраняет преимущество в Сенате, либо у нас образуется ничья. То есть, два места в Джорджии у нас выигрывают демократы, по 50 мест они делят Сенат, демократы и республиканцы, образуется ничья. Но фактически у нас контроль устанавливают демократы, потому что решающие право голоса у вице-президента Камалы Харрис, которая демократ. То есть, демократы смогут в Сенате спокойно продавливать все свои решения, которые, как мы сегодня будем говорить, они недружелюбны очень для корпоративной Америки. Значит, мы вот увидели, да, вот шансы у нас тогда составляли 47,62, это было на понедельник. Давайте посмотрим, что произошло у нас вот за два последних дня. У нас вот такая вот ситуация, где сейчас шансы на то, что демократы получат контроль в Сенате, составляют уже 98%. То есть, рынок ставок практически уверен, практически уверен, что демократы ставят контроль в Сенате. Ну и шанс того, что республиканцы это сделают, составляют чуть больше 2%. Это произошло благодаря тому, что очень много голосов уже было подсчитано в Джорджии, которые показывают все больше и больше перевес демократов. То, что они, вот этих два вакантных места, за которые борются демократы и республиканцы, они уйдут демократам. И, собственно, то, что они получат контроль в Сенате. Вот такое вот движение у нас произошло, давайте посмотрим, буквально за два дня, получается, даже сегодня вот это основное движение произошло. Вот мы видим, что сегодня вот утром вот так вот изменились вероятности, резко выросли шансы на то, что демократы получат, по исходам выборов, получат контроль в Сенате. Собственно, вот мы видели вот эту реакцию, давайте посмотрим, что произошло на рынках, на валютном рынке, в акциях, в золоте, чтобы понять, действительно, рост шансов того, что демократы придут к власти в Сенате, то, что они возьмут контроль в Сенате, действительно повлияло на рынки. Давайте посмотрим с вами. В общем, по доллару, мы видим, он активно снижается, он значительно снизился, да, в соответствии с сценарием, который мы описывали. По золоту давайте глянем, что происходит. Сейчас оно вот корректируется, но здесь у нас был тоже значительный рост, как мы видим вот здесь. Это также происходило на растущей вероятности того, что благоприятно завершится для демократов исход выборов в Джорджии. Вот, давайте посмотрим доходность десятилетних казначейских облигаций. Мы видим, что у нас вот такая вот реакция произошла. Доходность у нас резко выросла с 0,93% и перевалила уже за 1%. А, значит, почему это происходит? Нужно отметить, что если у нас демократы получают контроль в Сенате, рынки, валютные рынки, фондовые рынки, у нас получают две среднесрочные темы для торговли. Первая – это то, что демократы продают новый крупный пакет стимулов. И вторая тема – это то, что демократы начнут активную политику перераспределения доходов и будут повышать налоги для корпораций, для богатых, для тех, кто получает свои доходы и так далее. Значит, по первому пункту – фискальная стимула, новый пакет стимулов, новый пакет поддержки экономики. Этот пункт подразумевает, что правительство США у нас будет вынуждено увеличить объем заимствований, чтобы профинансировать эти стимулы. Следовательно, если у нас есть такая возможность, если есть такие ожидания, то держатели гособлигаций в США, они понимают, что рынок могут наводнить новое предложение бандов правительства, вот крупный приток предложения на рынок. И естественно, когда есть крупный приток товара, цена на этот товар падает. Они это прекрасно понимают, поэтому если есть такая угроза, держатели облигаций будут склонны сейчас эти облигации скидывать. То есть избавляться от них сейчас. Мы знаем, что доходность облигаций, она у нас связана обратно пропорциональной с ценой. Если у нас цена падает, доходность растет и наоборот. Собственно, вот мы рассматриваем с вами доходность десятилетних казначейских облигаций, мы рассматриваем их доходность. Если мы говорим о падении цены, значит доходность должна расти. И действительно мы видим, что вот 6 числа вот такой вот резкий рост у нас доходности произошел. Это получается, если мы посмотрим на дневном графике, это получается вот такой вот серьезный скачок, да, как мы видим. Вот такой вот серьезный скачок произошел. И это как раз таки напрямую связано с исходом выборов в Сенат с вероятностью того, что демократы получат контроль над Сенатом и будут бороться, будут продвигать вот этот новый крупный пакет стимулов, который будет означать новый приток бандов правительства, новые заимствования правительства. Это будет означать, что они будут обесцениваться в цене, это пугает держателей облигаций США, и поэтому доходность вот у нас, видите, вот так подскочила. То есть есть действительно реакция рынка на это, очевидно, да, то, что вот такая вот реакция просто так на ровном месте не происходит. Второй момент. Вот этот новый пакет стимулов, да, о котором мы говорим, если мы берем его в комбинации с обещанием Федеральной резервной системы держать ставку на нуле, это как бы почти гарантированный приток облигаций на рынок получается, гарантированный приток, да, облигаций, и если у нас есть вот этот приток облигаций, это значит, что ФРС должна будет, чтобы держать ставку на нуле, будет скупать должны эти облигации, чтобы держать ставку. И это приведет к тому, что у нас денежные предложения будут увеличиваться в экономике. Увеличение денежных предложений – это, естественно, инфляция. Поэтому вот обещание ФРС держать ставку на нуле в комбинации с вот угрозой, с возможностью нового пакета фискальных стимулов – это рост инфляционных ожиданий, которые сейчас происходят, в перспективе – это рост инфляции. И, как известно, у нас именно золото является главным хеджем от инфляции, то есть риск инфляции в США, оно хеджируется как раз-таки тем, что покупается золото, да, и хеджируется, получается, этот риск. Поэтому, что мы видим, если мы посмотрим на движение в золото в 2021 году, вот здесь мы видим вот такой вот резкий рост. Он тоже также вот связан с тем, что растут шансы того, что придут в власти демократы, будут они бороться за новые фискальные стимулы, растут инфляционные ожидания, тут же инвесторы пытаются хеджироваться, получается, скупая золото. Вот такая вот у нас инфляция, такая вот у нас динамика происходит, которую нужно иметь в виду. То есть мы уже сами рассмотрели реакцию в казначейских облигациях, да, снижение там стоимости их. И мы рассмотрели, собственно, динамику в золоте, которая позитивная, да, которая реагирует на угрозу вот этого роста инфляционных ожиданий. Из-за вот этого нового пакета стимулов. Второй момент. Я говорю, что вторая тема торговли, ну, которую мы получаем, которую рынки получают, если демократы приходят к власти, это то, что они повысят налоги на корпорации и на богатых. Собственно, давайте посмотрим, что у нас произошло с фьючерсами на NASDAQ, на технологический индекс. Мы видим, что вот такая вот, вот такая вот у нас реакция, да, у нас с нового года активно, очень активно снижается тех, все, кто очень сильно падает. И как раз таки 6-го числа, когда у нас начала выясняться, начала проясняться ситуация с тем, кто же получит контроль в Сенате, получат ли недружелюбные для корпоративной Америки демократы, если они получат контроль и будут проводить свою политику, да, мы видим, что у нас рынок как раз таки реагирует именно вот на такой исход. Пожалуйста, мы видим вот эту реакцию и, опять же, мы уже получаем 3, да, 3 рыночные реакции на события, которые у нас происходят в Джорджии, на выборы в Сенате, да, которые сейчас проходят в Джорджии. Вот эти 3 реакции, они еще раз подтверждают ту теорию, что на самом деле рынок очень чувствительный сейчас к тому исходу, при котором Сенат над ним остановит контроль демократа. Если мы вспомним, как бы, что из себя представляли налоговые предложения Байдена в его предвыборной кампании, что он обещал как демократ, да, относительно налогов США, относительно того, какая налоговая политика, как она изменится в отношении корпораций в США, то вот можно вспомнить, что там предлагалось повысить налог на прибыль с 21 до 28%, и налог на иностранный доход также предлагалось значительно повысить, прежде всего для транснациональных корпораций. То есть получается то, что если демократы приходят к власти, если они установят контроль Сенате, у них не будет вообще никаких препятствий, чтобы проводить вот эту агрессивную налоговую политику, чтобы начать активно переспределять доходы, чтобы еще глубже залезть, получается, в карман крупным предприятиям США, технологическим предприятиям, да, компаниям, которые, по сути, у которых очень много кэша, да, и за которых нужно взяться, получается. Вот, шансы на такой исход, естественно, растут, и рынок склонен это закладывать в цене, собственно. Вот мы видим вот такую вот реакцию в фьючерсах на технологический индекс, и это нам говорит о том, что нужно дальше следить за тем, как будет развиваться вот эта риторика, да, вот риторика демократов, да, относительно того, относительно их налоговых вот этих обещаний предвыборных, да, предвыборных обещаний Байдена касательно налогов. По расчетам, вот очень важный такой момент, да, вот у нас Банков Америка в октябре перед выборами они рассчитывали, к чему у нас приведет сценарий, где демократы получают контроль в Сенате, начинают повышать налоги, начинают активно переспределять доходы. Тогда Банков Америка предполагал, давал оценку такую, что доход компании ESP500 от налоговых реформ, он снизится почти на 10%. При этом для тех сектора снижение доходов в процентах может перевалить за 20%, то есть, по сути, что мы имеем, да, тогда этот сценарий не реализовался, но сейчас, по сути, мы неожиданно приходим к этому сценарию, где у нас демократический президент, нижняя палата у демократов и Сенат тоже у демократов. То есть, получается, никаких препятствий в проведении налоговых реформ, негативных для бизнеса налоговых реформ. Вот такая вот у нас реакция на рынке, да, и я считаю, что так как еще совершенно мы не исчерпали этот катализатор, еще непонятно, будут ли демократы повышать налоги, насколько они будут повышать налоги. Сейчас вот образуется вот это окно неопределенности, которое будет давить на рынок, и вот эта реакция, вот это движение, да, которое произошло, оно не исчерпало себя. На мой взгляд, у нас еще будет дальнейшее снижение по индексу, мы можем видеть, находимся на максимуму таком, пока что мы скорректировались совсем чуть-чуть, от максимума мы, получается, если мы посмотрим, скорректировались, ну, естественно, незначительно. Мы скорректировались, получается, только на 2%, даже чуть-чуть здесь выросли. Получается, у нас еще есть пространство для падения, нужно это прекрасно понимать. И вот эта неопределенность, связанная с тем, будут ли демократы после того, как они займут Сенат, получат контрольные в Сенате, будут ли они вот эту агрессивную налоговую политику осуществлять, вот эта неопределенность, она будет сохраняться еще там неделю, две или больше, пока первый комментарий от демократов поступит. Что они, собственно, планируют по поводу налоговой политики? Рынок, как мы знаем, живет будущим, и они склонны закладывать в будущее. А будущее, вот в случае вот этой агрессивной политики налоговой, оно очень неприятное для тех компаний, для тех секторов, для таких компаний, как Apple, Microsoft, Google, то есть Alphabet, Facebook, Amazon. Если за них возьмутся, то, учитывая, что они на исторических максимумах сейчас совершенно чуть скорректировались, пространство для движения вниз у них еще есть. И вот, пожалуйста, мы видим здесь первые звоночки. Поэтому внимательно следим за этим графиком, хотя, в принципе, тут все уже понятно. Постепенно мы перемещаемся, собственно, к риторике Байдена, к заявлениям демократов, к их проектам, предложениям налоговым, что они выдвигают, что они хотят сделать. Если больше информации появится по тому, что, да, они будут залезать в карман корпорациям, компаниям США, то, на мой взгляд, дальнейшее движение вниз, оно обеспечено. Я буду сейчас потихонечку продавать, на самом деле, NASDAQ, вот на вот этих ожиданиях, потому что есть очень сильный катализатор, который вот мы сегодня с вами рассмотрели. Вот, на этом я завершаю свой обзор. Если остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, вы можете ставить их под видео. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, или дизлайк, если вам не понравилось. На этом у меня все. Всего доброго, торгуйте в профит.